В зале городской администрации состоялось совещание руководителей, на котором был заслушан отчёт о проделанной работе Управления социальной защиты населения за 2017 год. По состоянию на январь текущего года в управлении на учёте состоит более 15 тысяч получателей государственного пособия. Начальник управления Магомед Абдуразаков озвучил ряд изменений в законодательстве ведомства. Произошли некоторые изменения тоже в последние годы. Ежемесячные пособия нужно каждые три года обновлять документы, потому что это зависит от дохода семьи. И каждые три года граждане должны переставлять документы, которые подтверждают их доход и мы должны определить, имеют ли они право на указанные пособия или нет. И в данном случае, сейчас мы знаем, в декабре 2017 года принят закон о пособиях, ежемесячных пособиях до полутора лет гражданам, который родился первый ребёнок в семье с 1 января по 2017 года. По ним тоже уже есть положение. Мы уже четыре комплекта документов приняли на разрешение этих пособий. Это особенно означает, если доход семьи не превышает полутора размера прожитого минимума в основной республике Дагестан. Также с 2012 года производится единовременная денежная выплата детям, поступающим в первый класс из многодетных и малообеспеченных семей в размере 2000 рублей. Говоря о мерах социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, предоставляемой нуждающимся категориям граждан, здесь проводится работа по принятию документов с дальнейшим назначением выплат. В продолжении Абдуразаков рассказал и о других услугах, оказываемых ведомством. Далее, основной из видов выплат, которые осуществляются через управление, это ежемесячные денежные выплаты по оплате коммунальных услуг и оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Мы знаем, в 2009 году эта выплата была переведена в монетизации, до этого были они в виде натуральных льгот. Эти выплаты осуществляются, тоже зависят от категории и выплачиваются из разных бюджетов. По федеральным выплатам бюджета, из которых идут федеральные бюджеты, у нас не было проблем, они все время выплачивались. Эти все категории инвалидов, эти участники войны, чернобыльцы, вот региональные льготники у нас были проблемы. Следующая выплата, это ежемесячные денежные выплаты региональным льготникам. Мы знаем, инвалиды это федеральные категории, они получают через пенсионный фонд, а региональные категории, это ветеран, труда, труженики, тыла и жертвы политической репрессии, они получают выплату за счет республиканского бюджета. Там тоже были некоторые проблемы, мы уже на сегодняшний день, по февраль месяц, погасили задолженность, тоже уже проблемы сняты. Эти выплаты мы назначаем и все время они получают уже. Есть у нас семьи, многодетные семьи, которые по указу президента Суэль-Пагестан назначаются выплаты на 5-6-го и дали детей. Если 10 детей в семье, это уже 300 тысяч раз выплаты уплачиваются. А за длительные лагеря у нас дети, в прошлом они обеспечивали путевки через Министерство социального развития. Вот последний год с 2017 их передали в управление образования, они занимаются, мы тоже содействуем этому, выявляем таких детей, которые в трудной жизни ситуации в семье, вот этих детей мы собираем комплект документов, тоже совместно с управлением образования, обеспечиваем детей поздоровление. Заслушав отчет начальника управления социальной защиты населения, глава города дал поручение ввести активную работу в плане информирования населения о предоставляемых услугах государством, какой категории полагаются социальные выплаты, о перечне необходимых документов для получения той или иной поддержки. По итогам совещания, деятельность управления на 2017 год присутствующими была признана удовлетворительной.